Всем доброго времени суток. Сегодня я навасчиваю рамки для ульев. Такая необходимость есть, так как уже все соты я расставил светлые и светло-коричневые. Вашину недостроенную порасставлял. Еще надо расширить пару ульев. То вот решил я навасчить 10 рамочек сегодня. Уже 9 навасчил. Остаиваю еще одну пустую. Покажу вам что-то как. Навасчиваю я все это дело вот таким трансформатором стареньким. Он валялся в гараже у меня запуленный. Здесь регулировка вот стоит. Высший ток ставить. Ставлю по красную зону на вольтметре. Потому что если выше ставить, то пробки выбивает. Выход у нас вот такой. Здесь 6,3 вольта. 6,3 вольта, но напряжение, сила тока большая. Так что хватает, чтобы навасчить. Навасчиваю я сразу две жилы, потом следующие две жилы нагреваю. Здесь 4 натянуты на рамке. Рамка же 335 на 300. И получается, когда уже выступает. Вот проволока видно. Начиная, то уже отпускаешь контакт и воск прихватывается и нормально так. Вот по качеству у нас выходит. Если видно. Проволока хорошо так впаяна внутрь вошчинки. Немного то она и выступает, но держится хорошо. Главное, чтобы вошчина эта не подзаформировалась, не отвалилась. Все остальное залепится. Довольно так качественно навасчивается. Проволока натянутая тоже сильно. Вот. Если звук слышно. Так, гитара. Оставлю еще одну рамку для того, чтобы показать вам сам процесс. Так, установим наш фотоаппарат. Все это дело делаем мы так. Ложим рамку. Ровняю ее по плоскости туда-сюда, если не ровная. Ну, сейчас она ровно прилегает. Включаем трансформатор сразу. Вот наша вошчина. Вошчина белорусская. Могилевская. Довольно такая нормальная. Парафина у ней не слышно, чтоб был запах восковый хороший. Беру я, брал вошчину пол-максимум, то она слабоватая. Когда на улице жарко, то немного провисая бывает. Но не вся, конечно. Так что, сейчас я перешел на максимум почти на потолще. Ровняем так же. Здесь вот чтоб был угол ровный. Рамки, планки немного увогнуты. Ну, сам вот угол туда-сюда играет. Берон, вот так шатать можно. И этим ровнять угол, вот видно. Прижимаешь так вот и угол ровный. Когда навасчиво, что рамочку так поджал, вот, силою. И когда уже упаялась, пускай, что вошчина стоит на месте. Вот я ее немного погнул и ровно вышла. Здесь чуть-чуть зазорчик, в этом углу и здесь. Так как у нас увогнутая боковинка немного. Сейчас будем навасчивать. Вот у нас получается немного рамка уже. Этот крайчик так обрежем лишним. Край ножиком обрезаем лишний кусок. В некоторых рамках получатся, что и обрезать не надо. Или только где вогнутая тут вот планка чуть-чуть срезать. Так, в общем, нормально. Пошел, вложим просто сверху. Вот ваша шинка бегала наша полностью в рамку. Потом вставляем ее сюда вот. Вставляем здесь прорезь у меня. С этой стороны лучше будет видно вот прорезь. В эту прорезь вставляется вверх. Вставляю я пальцами с двух сторон так вот прожимаю. Вот. С этого угла и угол тот, что выше, с двух сторон двумя руками и туда-сюда так вот ее немножко шевелишь. И она вставляется хорошо. Вот. Вот. Вашинка вставлена. Потом все это дело проглаживаю рукой, чтоб равномерно прилегала к проволоку. Вот наша рамочка немного опять пошла. Но это все дело равняется. Потом с той стороны вставляем контакт под проволоку. Сейчас я покажу, куда. Здесь вот вставляется у нас контакт один. Проволока центральная, где переходит. И на эти вот потом два, где гвоздики забитые, где закреплены концы. Уже будем навашивать. Так. Будем это делать двумя руками делать, так что я камеру держать не буду. Вот. Один конец вставлен здесь провода. Вторым мы выровняем вот рамку, чтоб не перекошена была так вот. Немножко выровняли. И на гвоздик ставим контакт вот под пальцем вон у меня. Ставим контакт и смотрим чтоб нашу воштину не перерезало. все. Буквально вот этих 4-3 секунды, максимум 5. Проволока у нас уже видно вот стала. Полоса здесь и полоса здесь. Придерживаем немного. Можно падуть, чтоб сюда воздух зашел вот под воштинку. Паяли одну сторону. Сейчас вот вторую упаивать будем так же. Прогладить можно. Слышно нагрузка пошла на рамке. И вот у нас показалась уже проволока везде. С этой стороны немного прижму. Здесь вот немного прижал. Так как две руки можно дожимать, где сильно не упаялась. Немного пережал все-таки воштинка. Было надо и не жать то, что вот подрезалась. Видно. Немного перерезал. Не дады сейчас. Это дело, где подрезал я приклеим кусочком воска. Вот. Кусочек воска ложим и пальцами заклеиваем. Или так. Ну, короче, на краю не страшно. Воск наклеиваем, чтоб пчелы дальше весом не потянули и не оборвали эту часть, где прорезана. Обычно пальцем стараюсь не прижимать, потому что так вот. Ну вот. Все это дело паялось у нас. Знаю. Ой, на фотоаппарат наш снимаем старенький уже. Десять год ему. Видно, не видно. Ну, паялось нормально вроде бы. Вот. Вот. Эта сторона, где мы контролировали, сюда выглянула проволока. А эта сторона, что снизу проволока была. Здесь вот видно так. Запаечки в этом месте. Вот ножом покажу. Вот здесь вот. Вот. Где кончик ножа, здесь впаян. Вот. Довольно так хорошо упаялось. Держится наша вошчинка, не провисая. Так. Струношка. Уже она вошила. Десять рамок. Десяток рамок навошила я. Сейчас пойдем расширать семью. Там наверно восемь рамок семье стоит. Поставлю туда. И пару рамок. Не знаю. Успеем. Сегодня нет. Хотел еще бакфастом поставить пару рамок вошчины. И поставить у меня корпус там на 37 ширины под сотовый мед. Вот. Еще с того года соты там. Где соты. Где. Мед я поудалял. То что засахарился. Поставим на сотовый мед еще. Не знаю. Сегодня выйдет. Нет. То что на улице немного. Тушки пошли. Ну. Эту семью. Что я сейчас собрался смотреть. Успеем. Там особо не трудно. Только надо. Снять потолочек. Да поставить рамки. Да и все. Уже у бакфаста. Там надо снимать и надставку. И решетку убирать. Полурамки к решетке приклеены. То немного время займет. Чтоб добраться до гнезда. Так что. Бакфаст наверное уже завтра. И что надо нам. Семью переселить. В ловушку. Которую я буду использовать. В качестве. Переносного ящика. Для пчел. Завести. Пчел попросили. На продажу. Семью. Ну. Все что успеем. Сегодня то успеем. Этот ролик. Был так вот. Как я. На ваши свои рамки. Свои. Рамки довольно. Вот видите. Властинка. Хорошо лежит так. Это. Верхняя. Здесь совсем нигде не прорезано. Ничего. Так как я. Здесь аккуратно. Все это дело делаю. Не отвлекался. Никуда. А то. Здесь я уже. Четко сделаю. Все. Немного. Рамки есть с вертолетом. Но это все дело. Равняется. За два угла. Берется. По диэнгонали. Так вот. Здесь угол взял. Здесь угол. Погнул. Туда сюда. Она выравнилась. Эта рамка. Вот. Все такие вот. Раньше я навасчивал. Просто. Кусочками воска прилепливал. Потом на электричество перешел. Трансформатор. Такой. Нормальный. Позволяя хорошо. На ваш. 6.3 вольта. Но. Выход довольно такой. Только нормальный. Амперов. Углучаем. Все. Кому было интересно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Может. Что посоветуете. Получше. Чтоб делалось. Все это дело. Навасчивый. Навасчивый. Хотя. Короче. Как умею. Так показал. Это время. Много. Не отнимая. Если. Не отвлекаться. То на рамку. Хоть. Буквально. Пару минут. Это. Иногда. Подрезать. Край. И. Вставил. Сюда. 10 секунд. Короче. За минуту. Рамку. Навасчить. Всем. Удачи. До свидания. Редактор субтитров. Редактор субтитров.